здравствуйте дорогие телезрители мои подписчики на канале youtube голова садовая ну я надеюсь что вы уже соскучились по моим нравоучениям сегодняшняя тема это бругомансия и мы ее будем сеять вы от меня сто раз уже слышали об этом растении я страдаю по ней не знаю как потому что растение необыкновенно красивая вырастите ну да написано вообще комнатное растение но на самом деле и в южных краях и в более западных краях и уж тем более там италия испания ну и германия это все страны которым доступно сохранить подобные растения или в патио в крытом дворике или просто в прохладной лоджии а мы же в сибири но я упрямую я хочу вырастить это растение оно не просто красиво это же отпад с истерикой вы посмотрите сюжет когда мы снимали просто показ того что из этого может вырасти до ядовитое растение на сто процентов вот это вы должны помнить значит все части растения ядовиты даже семена и вы должны аккуратно ничего не затолкать в рот пожалуйста вы не дети значит что такое посеять брукмансию за окном зима только начинается но слава богу что есть дом что есть тепло и есть есть приспособление в которой мы должны посеять вот семечки которые я уже вытащила все из пачки посмотрите вот здесь их 33 штуки 3 инвалида и 30 нормально они довольно странной формы вы это увидите посеять их надо на глубину до сантиметра глубже нельзя почва должна быть легкой она должна дышать вот семена этого растения по которому я схожу с ума вот правда они будут сходить полтора месяца услышали меня если вы хотите иметь в каком-нибудь контейнере или в катке это растение цветущая вот такими длинными соцветиями раскалешенными как юбки еще и махровыми внутри вы должны понимать что посев конечно извините меня не в марте как вы любите это делать это растение будет оставаться у вас либо в лоджии либо в прохладной комнате 10 12 максимум 16 градусов это перезимовка этого растения в обычном контейнере то есть это может быть круглый квадратные неважно какой горшок просто просто сделайте это вместе со мной так вот я зачем одела перчатку затем чтобы вот в этом контейнере показать какой состав почвы вы должны ручками все перетереть видите да здесь песок здесь глина здесь агро перлит немножко вермикулита здесь перегной здесь зола все в разумных количествах естественно не надо быть фанатиком теперь надо распределить семена да это все хорошо нужно полить это можно сделать очень просто смотрите почва которая в контейнере она влажная заранее это сделала но она не мокрая она не будет киснуть но пролю я как раз те ряды вот смотрите проливаю дарь и дочек пролили вот так теперь второй ряд я не буду проливать всю почву я не хочу чтобы семена закисли это неправильно вот этого количества достаточно учитывая что и почва которая вся она уже такая влажноватая волглая как говорила моя бабушка теперь мне нужно снять перчатки они мне мешают посмотрите вот три инвалида но один еще куда-то там а ведь это вообще ни о чем конечно можно постараться их досеять потом ну если что я и беру на ладошку смотрите они сморщенные треугольные какие-то очень смешные такое впечатление что это отходы какие-то сначала нужно разложить семена вот раскладываем так чтобы у нас все вошли у нас их 30 но 3 с этими инвалидами будем считать так значит расстояние примерно 3 сантиметра между ними и у нас должно войти 10 раз два три 4 5 даже 11 6 немножко до 7 8 9 вот 10 на 11 будет совсем мало места но поскольку они инвалиды рассчитывать на них не приходится но и и просто выбросить я их тоже не могу понимаете это же страдание души будут а вдруг бы они взошли вот мы и увидим взойдут они или нет значит и раскладываем дальше семена ровненько красивенько вот делайте один раз хорошо это вот принцип мой жизненный не надо 10 раз потом лбом биться и бить себя ой рвать на себе волосы ведь ну чё ж я так не сделала надо же было вот так и вот так прежде чем вообще взяться за какой-то там посев прочитайте внимательно все что только возможно об этом растении понимаете меня да вот то что я вам рассказываю это та малая часть которой я могу себе позволить в эфире потому что ну нету столько времени на телевидении чтобы все это размазать но вы то понимаете что вы же деньги заплатили за эти семена причем приличные да 20 30 рублей это тоже деньги редко встретишь растения уникальные необычные по цене 5 рублей за пачку в каждой пачке заметьте по 3 семечки по 3 никаких не по 5 вот это вот вот все пачки и это все семена посмотрите красота необыкновенная значит мы вот это вот вот это инвалид я уже этот ряд почти в край вот еще два инвалидика и мы их немножко все-таки присадим так смотрите что нужно сделать дальше взять пачку обратите внимание и прочитать значит семена высевает на рассаду в январе при наличии дополнительного освещения можно круглый год это делать посев производит в легкую супущую почву на глубину до 1 сотни метров после умеренного полива емкости накрывает прозрачной пленкой и ставит в теплое место с достаточно ярким но рассеянным светом то есть прямых солнечных лучей быть не должно да это южное окно скорее всего я уже сеяла не один раз эти растения но у меня пока не очень получилось знаете в чем значит проблему да говорю всходы появится через полтора месяца при температуре 20 24 градуса и только после появления трех пяти настоящих листьев семидоли к листьям не имеют никакого отношения трех пяти настоящих листьев можно распикировать их то есть рассадить при этом центральный стебель прищипнув для того чтобы он начал мочковаться ну и ежегодная пересадка в контейнер чуть больше размером формирование прищипывания ну как у перца он примерно также она это растение брукмансия растет как у перца такие же вилочки и мы будем все время его прищипывать и чем больше будет вилочек тем больше будет этих изумительных висящих вниз цветов потрясающих вот смотрите я их прижимаю пальцем все делаю руками так чтобы они на сантиметр ушли в глубь не надо ничего бояться это же ваши руки вы чувствуете вы даете энергетику своим семенам вы любовь даете доброту и желаете им чтобы они обязательно взошли и выросли в будьте терпеливы пожалуйста не надо делать на бис как я говорить люблю вот а теперь пальцами также прикройте их вот прикройте каждая семечка вот как деточку маленькую вот так вот чтобы ему там комфортно было но на глубину не более одного сантиметра то мне уже слюни потекли от удовольствия кто там говорит что господи как она достала еще не кончился тот сезон а вот тот сезон не кончился и не кончится потому что вы еще не все сделали не с овощами не с фруктами которые заготовили с прошлого года и у вас еще масса работы на даче поскольку снега в центральных и южных районах маловато задача номер один приезжать на дачу проездные дороги еще совершенно нормальные и присыпать корневые системы тех растений которые могут вымерзнуть потому что корни не у всех выдерживают мороз и вы это уже знаете присыпать притаптывать ногами чтобы мышиное братство не залезло туда по пушистому снегу и не нанесло нам уронов посмотрите все очень даже красиво просто замечательно так убираем грязь с пальцев ну примерно вот так вы сверху можете взять и присыпать например тонким слоем вермикулита или перлита но перлит это теплоизолятор лучше все таки агро вермикулит нам остается только взять крышку это мини парник пожалуйста все готово все посеяно и отправить этот мини парник на южное окно значит пришла пора поставить полки чем выше будет растение на окне тем больше она получит света но у меня на балконе висят шторы которые не дают свету то есть быть прямыми солнечными лучами и обжигать растения и от того что свет проходит через шторы он очень яркий но все-таки рассеянный это идеальные условия температура там будет примерно такая 20 24 ну может быть чуть побольше но только чуть когда растения уже будут готовы к пикировку придется для каждого из этого растения приготовить ну не литровый но хотя бы горшочек 0,7 литра потому что корневая система будет развиваться стремительно и ваша задача ну не опростоволосится перед растением что вы мало ему дали объем горшка и мало почвы для развития ну а когда придет весна мы если конечно не даю такую программу они все взойдут и вырастут конечно же будем пикировать вместе с вами ну на этом хочу сказать вам всего доброго но помните что вот то что представлено здесь это очень очень малая часть тех брукмансий которые существуют на сегодняшний день гибридов столько много они настолько хороши и потом знаете зачем мы выращиваем из семян это очень трудно правда и я прям склоняю голову перед теми кто рискует делать как я просто получив растение да она у нас листопадное мы сохранив его при температуре там 12 16 градусов в доме где-то в прохладе да она сбросит листья но рано весной она пойдет в рост и будет очень много отростков которые не будут нужны но мы снимем с него черенки и тем самым увеличим эту красоту до такой степени до какой можно а потом возьмем и что сделаем правильно продадим а они очень дорогие всего вам доброго и до свидания а